Сургутяне организовали рок-концерт, посвященный памяти Рамзеса Сикорского. На сцене Дома культуры «Невесомость» выступили местные артисты из Санкт-Петербурга. С каждым из исполнителей был лично знаком Роман Сытник. Это настоящее имя Рамзеса. При жизни он был ведущим множества рок-фестивалей. И сейчас со сцены певцы признавались, что так не хватает его добрых комментариев после каждой песни. На сам концерт пришли около сотни его родных, друзей и знакомых. Многие приехали из разных городов Югры и других регионов страны, чтобы встретиться и вспомнить Рому. Напомню, Рамзеса Сикорского Сургут узнал еще в 90-х годах прошлого столетия. Тогда он был ведущим утреннего шоу популярной радиостанции. Кроме того, проводил и организовывал концерты и другие масштабные городские мероприятия. Последний год своей жизни работал на телеканале «Мой Сургут». Был редактором и ведущим еженедельной программы про сети. Он ушел из жизни в июле. Встречу провели в канун дня рождения Романа. Настоящий большой человек во всех смыслах был. Большая личность, больших горизонтов деятельности, так сказать. И, ну, тут, мне кажется, без вариантов обязательно что-то подобное должно происходить, когда уходят такие люди. Он стал моим проводником в, скажем так, в работу в области журналистики. Научил меня многому. Я ему очень благодарен. Он был очень добрым, отзывчивым, светлым человеком, харизматичным. Несмотря на свой медийный статус, его знали многие. То есть весь город на баннерах, да, висел. Но он был при этом очень простой, открытый человек. Мне очень тепло стало на душе, от осознания, что у отца такие товарищи и приятели. Как бы это вообще замечательное событие. Я думаю, что он бы это очень оценил. Ему бы это очень.